Глава седьмая. Искупление. Столица Гипербореи. Башня знаний. «Приветствую достопочтенного хранителя Гарнелия». Отвесив легкий поклон, Диана обратилась к дремавшему за кафедрой старику. «Приятно видеть, что даже в столь смутное время есть те, кто продолжает стремиться к знаниям». Едва приоткрыв глаза, местный кивнул бездне в ответ. «Какой вопрос привел тебя на этот раз в сию обитель?» Пусть Гарнелий и не выдавал никаких уникальных заданий, он имел определенную репутацию среди многих вечных. Главной пользой от старика служила его помощь в поиске нужных книг. Местный зачастую указывал на нужный этаж башни, на котором и хранилась нужная рукопись, что позволяло сэкономить приличное количество времени. Бездна наведывалась в столичную библиотеку и раньше, так что давно наладила отношения с этим полезным стариком. Благо, чтобы заполучить его благосклонность, оказалось достаточно бережно относиться к рукописям во время чтения и в целом тратить на их изучение не меньше получаса. Два простых правила, но многие вечные ими попросту пренебрегали. «Если это возможно, я хотела бы изучить сияющий кодекс», – несколько нервничая заговорила Диана. Учитывая ситуацию, ее вопрос вполне мог запустить скрытое задание, а то и вовсе целую квестовую цепочку. Раньше подобные перспективы выгляделы бы удачей, но не сейчас. Ведь без должных ресурсов, в том числе и времени, подобные миссии редко заканчивались успехом. Впрочем, даже этот результат нельзя назвать самым худшим. Ведь не исключено, что будет и промежуточный этап с поиском нужной рукописи. Учитывая размеры библиотеки, это могло занять не один день. Не исключено, что потребуются месяцы. Если речь пойдет об уникальной книге, то даже эти сроки нельзя назвать слишком серьезными. Башня Знаний являлась одной из достопримечательностей столицы и уступала в высоте лишь магической гильдии. Но даже так, в верхней своей точке она возвышалась над городом на сотню этажей. И каждый из них хранил в себе огромное количество рукописей. Сияющий кодекс? Необычный выбор для той, в чьих жилах течет кровь глубинных. Пусть на лице местного и промелькнуло удивление, оно продлилось лишь секунду, а его губы вновь показали улыбку. Тебе на пятый этаж. А что насчет разрешения на чтение? Не беспокойся об этом. Это рукопись относится к общедоступным. Можешь воспользоваться сферой познания. Ответ местного несколько выбил девушку из колеи. Условно, все книги, находящиеся в библиотеке, делились на несколько категорий. Самые ценные экземпляры требовали особого разрешения и выдавались лишь самым важным посетителям, да и то на отведенное время. На втором месте находились менее значимые, но вместе с тем важные книги, которые по тем или иным причинам не копировались в общую базу данных башни. Для их чтения требовалось найти нужную рукопись, а после потратить время на ее чтение с помощью магического взора. Третья категория, пусть и хранила в себе менее уникальное знание, пользовалась наибольшей популярностью у рядового большинства. Ведь знания из вдоль и поперек изученных книг хранились в виде потоков энергии, которые любой желающий мог напрямую поглотить. Пусть полученные таким образом знания и не сливались с новым хозяином моментально, этот метод в разы превосходил по скорости обычное чтение. Как правило, ничего по-настоящему ценного в разделе общего доступа не хранилось. «Благодарю за помощь достопочтенного хранителя Гарнелия». Скрыв удивление, бездна вновь поклонилась старику, после чего направилась к внутреннему портальному кругу башни. Учитывая, что каждый этаж был полностью изолирован от внешнего мира, это был единственный метод перемещения внутри башни знаний. Оказавшись на нужном этаже, бездна не стала отвлекаться, и, несмотря на некоторые сомнения, решила воспользоваться методом смотрителя первого этажа. «Сияющий кодекс». Поймав ближайший шар, ту самую сферу познаний, девушка мысленно произнесла нужное название, после чего артефакт наполнился мягким светом, верный признак того, что предмету удалось найти нужное знание. «Видимо, это всё же цепочка заданий, и мне придётся потратить некоторое время на распутывании этого клубка». И спустив внутренний вздох, девушка закрыла глаза и приготовилась через медитацию медленно осваивать сокрытые в артефакте знания. Вот только едва Диана прикоснулась к сфере, как едва не угадший осколок чужих воспоминаний вспыхнул с новой силой. Переведя дыхание и отведя взгляд, коллега неспеша вошёл в холл, неумело помогая себе обугленной тростью. В каждом его движении чувствовалась скованность и боль. Вслед за заминтованным в зал хлынул целый поток покалеченных местных. В отличие от своего предводителя, новоприбывшие не скрывали за повязками обожжённую плоть. Струпья, обугленные кожи и язва до костей. Неприятное зрелище. Но больше всего мне в глаза бросилась неестественная синхронность коллег. Передо мной словно шли бездушные заводные куклы, а не живые люди. Попытка подсмотреть информацию у местных ничего не дала. Раньше подобных проблем с идентификацией рядовых горожан я не замечал. Как правило, режим инкогнито являлся характерным признаком сильного и в ряде случаев уникального персонажа. Главный обожжённый отлично подходил под это описание, чего нельзя сказать о его спутниках. Оставалось надеяться, что всему виной ослабшие глаза, а не запредельный уровень вошедших местных. В противном случае нависшая над стаей проблема могла стать слишком серьёзной. В случае конфликта самой опасной была даже не утрата Лика, а потеря всей столицы. «Почему ты не сказал раньше?» С тревогой прошептал Славан, видя, как вокруг нас стягивается кольцо местных. Видимо, кузнец не сомневался в том, за кем именно пришли обожжённые. Ордера была далеко не единственной вечной, кто в ночь Аллы Луны не сумела свладать собственной силой пламени, но она стала самой известной. В то время как остальные игроки отняли жизни у единиц, подруга Дворфа испепелела не меньше сотни горожан. «По-твоему, я там всё это время обсуждал приход выживших жертв твоей подруги?» Резонно огрызнулся Эльф. «Если бы не переполох у входа, вызванный тем забинтованным, я бы до сих пор разговаривал с управляющим залом. Да и вообще, неужели ты надеялся сбежать и смешаться с толпой, неся за спиной двухметровый гроб?» «Помолчите, оба!» «Перепалка внутри стаи нам ничего не даст, так что пришлось сразу осадить парочку». Главный обожжённый к этому моменту только добрался до центра зала. Остановившись, местный двумя руками опёрся на трость, после чего обвёл присутствующих вечных усталым взглядом. «Прошу простить достопочтенных господ вечных за то, что тревожу всех вас в обествовоне спокойное время». Голос забинтованного оказался тихим и скрипучим. Подстать сгорбленной старческой фигуре. «Грамар, прими и ты наши извинения за столь спонтанный визит». Слова давались обожжённому с трудом, отчего он то и дело делал паузы. «Двери гильдии чистильщиков открыты для всех, кто чист перед законами империи и готов сражаться во имя общего блага», без особых эмоций ответил управляющий залом. «Мы рады это слышать», кивнув чистильщику в ответ, забинтованный вновь перевёл взгляд на вечных. «Господа, благодарю за выказанное нам уважение этой минуты тишины. Но в дальнейших церемониях нет нужды. Мы более не смеем тратить ваше бесценное время, так что вы можете без оглядки на этикеты и прочие условности вернуться к собственным, без сомнений, неотложным делам». Голос местного звучал смиренно, но в его словах легко читался чёткий намёк. «Вечные должны уйти». Подобная догадка пришла далеко не одному мне в голову. «Вы правы!» Первым поднялся лидер одной из групп. «В таком случае мы уходим». Последние слова скорее предназначались его собственным товарищам, которые только после этого поспешили последовать примеру вожака. Учитывая, что с момента показательной казни Вечных прошло меньше суток, подобная осторожность игроков выглядела вполне оправданно. Покалеченные горожане, подобно живому механизму, послушно раступились, позволяя Вечным выйти из гильдии. Вслед за первой группой поспешила ретироваться и вторая партия игроков, после чего к выходу поспешили одиночки. «Алькор, если это на самом деле громар, то речь идёт о лидере Чистильщиков», поделился догадкой помрачневший, но вместе с тем вернувший себе хлоннокровие феник. «В лицо я его никогда раньше не видел, но вряд ли кто-либо из его подчинённых рискнул присвоить себе это имя». «В конце концов, глава Чистильщиков занимает далеко не последнее место в неофициальном рейтинге силы столицы. Это хорошо или плохо?» «У меня на этот счёт имелись собственные мысли, но будет совсем не лишним послушать догадки эльфа». «Пока трудно сказать», – пожал плечами лучник. «Его слова об открытых дверях звучали весьма неоднозначно. Трудно сказать, пытался ли он тем самым стать на нашу защиту, или же напротив, развязывал руки новым гостям. Какого он уровня?» «Думаю, что-то около четырёхсотого», – столик из сомнений ответил эльф. «Он сильнее легатов?» «Ну, только если учитывать крайние легионы», – уточнил феник. «В любом случае, это лишь предположение, но, думаю, оно недалеко от правды. Всё же речь идёт о столице, хотя я могу и ошибаться. Учитывая силу Громара, тот не должен был просто стоять и смотреть, как посторонний заправляет в его собственной гильдии. Ушедшие вечные приходили сюда не просто перекусить, а собирались выполнить выданные чистильщиками миссии. В отношении последних местные зачастую были весьма щепетильны. Вариант, в котором обожжённый, обладает подавляющей силой, я сразу отбросил. Загвоздка даже не в немощном облике заментованного. Обладая тот на самом деле силой соизмеримый с Громаром, пламя Ордера не смогло бы ему так навредить. Пусть большинство местных не имело боевых классов, одной лишь разницы в уровнях было бы более чем достаточно, чтобы одним ударом прикончить обезумевшую вечную. Скорее всего, старик был близок по силам к самой Ордере. Куда лучше сложившуюся ситуацию мог объяснить особый статус обожжённого. В пользу этой догадки говорила и витиеватая манера речи местного. Столь замысловатыми фразами любили баловаться благородные. Даже если личные силы самого забинтованного не очень велика, учитывая и его возможный статус, прямой конфликт с ним чреват серьёзными последствиями. Нападение на такого может спровоцировать стражу, а уровень той в столице значительно превосходит возможности вечных. В пользу мирного разрешения конфликта говорило и моё нынешнее состояние. Мягко говоря, я был не на пике собственных сил. Сражение с Гунгуном вынудило исчерпать лимит формы зверя, в то время как встреча с пустотой лишила меня демонического ока и покалечила ментальные силы. Пока есть такая возможность, вам всем стоит присоединиться к остальным вечным и прогуляться. Дворф до сих пор не успел стать частью стаи. Условно, всех присутствующих с кузнецом связывал лишь общий стол. Этого явно недостаточно, чтобы втянуть девчат и феника с парнями в предстоящие неприятности. «А ты?» Взволнованный вопрос сумрачный в первую очередь заставлял напряжься самого Слована. «Составлю компанию нашему бородатому другу». Возможность принести Дворфа в жертву выглядела весьма заманчиво. Отказаться от меньшего ради сохранения большего этот принцип казался идеальным в сложившейся ситуации. Тем не менее, я от него сразу отказался. Причин для подобного решения хватало, но среди прочих особенно выделялась одна. Здесь и сейчас формировался костяк стаи и гильдии. Отказ от Слована равноселен демонстрацией того, какая судьба может постигнуть каждого из присутствующих. Возможно, никто не возразит, но в душе каждого наверняка появится зерно страха. Ведь в следующий раз на месте кузнеца может оказаться любой. Никому не захочется становиться жертвой во имя общего блага. «Бородач, с тебя причитается!» заговорил Феник после недолгой паузы. Слон, кот и Грин молча кивнули вслед за своим старым лидером. Пусть в голосе эльфа. И чувствовался отголосок сомнений. Он всё же принял верное решение. В некотором роде он и его парни сейчас также проходили проверку лояльности. «Чеша, ты ещё не полностью восстановилась, так что тебе лучше вернуться в обитель. Сумрачная тебя проведёт». А вот впутывать в предстоящую разборку девчат я точно не хотел. Ящерка недавно едва не лишилась жизни, и предстоящая драка могла оказаться ей не по силам. «Нет, мы тоже останемся». Пусть дрогнувший голос и выдал страх ящерки, в целом-то оказалась настроена весьма решительно. Видимо, почувствовав мой взгляд, сумрачная лишь развела руками, давая понять, что не может повлиять на выбор подруги. Отчасти мне было приятно видеть зарождающееся чувство локтя, исплочённости внутри стаи. Вот только у происходящего имелась и обратная сторона медали. Помимо меня, никто в полной мере не осознавал риски происходящего. Даже едва спасшаяся Аня до сих пор не избавилась от опьяняющей иллюзии бессмертия. В конце концов, тогда девушка приняла предсмертный удар от одного из носящих имя, в то время как сейчас перед нами стоял лишь сгорбленный калека. Забинтованный тем временем добрался до нашего стола, лишая меня возможности повлиять на решение стаи. — Вы не против, если я присяду? С недавних пор для нас даже столь лёгкая прогулка — непосильный труд. Лишь дождавшись моего кивка, местный сел на пустующий стул, который мы изначально приготовили для бездны. — Благодарю. — Громар, если тебя не затруднит, принеси кувшин холодной воды. Глава чистильщиков покачал головой, но тем не менее без лишних разговоров подал на стол кувшин с ледяной водой и бокал. Случившееся заставило феника тихо выругаться. Реакция Громара говорила не в нашу пользу. Впрочем, как оказалось, молчаливая поддержка главы чистильщиков оказалась не единственной угрожающей силой за спиной забинтованного. Окружившие нас коллеги выполняли далеко не декоративную функцию. Замерев подобно статуям, они сформировали огромных размеров формацию, которую даже не пытались скрывать. Объединение судеб — сила одного, ничто перед волей многих. Лишь возведя в абсолют общее благо, даже ценой собственной жизни, можно преодолеть судьбу и добиться величия. Связанные объединением судеб способны жертвовать до 30% основной характеристики своему лидеру. В случае гибели любого звена, лидер получает 200% его характеристик на 5 минут. Урон, предназначенный лидеру, автоматически распределяется между звеньями. Текущее число звеньев — 74 из 100. «Слушай, в том, что случилось, не было вины Ордеры». Кузнец сходу решил взять на себя инициативу и начал разговор. «У любого поступка есть причина и следствие», — спокойно парировал обожженный. «Руки достопочтенной Ордеры запятнаны кровью и пеплом десятков невинных. Даже если и так, она за всё заплатила сполна», — не сдавался двор, пытаясь удержать инициативу. «Сполна? Ты в этом уверен?» «Ордера прошла через ту же боль, что невольно причинила другим», — продолжал давить Славан. Кузнец держался весьма неплохо. Делал акцент на нужных деталях, раз за разом указывая на то, что его подруга также была лишь жертвой случая. Чувствовалось, что парень успел обдумать костяк диалога. «Ох, боюсь между тем, что испытала она и мы. Огромная разница!» — покачал головой забинтованный. «Я так не думаю!» Кузнец должен был понимать, что затрагивает слишком скользкую тему. Тем не менее, он просто не мог промолчать или согласиться. Ведь это было бы равносильно признанию вины подруги. «Знаешь ли ты, каково это — ощущать, что тебя пожирает изнутри бушующее пламя?» — с укором произнёс местный, после чего оттянул часть бинтов с шеи. Обнажившаяся кожа походила на тлеющий уголёк и спускала столь сильный жар, что воздух над ней начал искажаться. «Я не знаю, но...» «Раз так, то позволь нам поделиться с тобой этим опытом». Голос забинтованного оставался столь же спокойным, когда тот стянул с левой руки перчатку и протянул кузнецу, обугленную до костей кисть. Жест покалеченного собеседника не сулил ничего хорошего. Даже без демонического ока я видел, как из руки местного вырываются алые потоки маны, больше похожие на языки огня. Со стороны могло показаться, что воздух над обугленной рукой искажается от жара. Но я видел, как сама ткань реальности корёжится и выгорает, оставляя после себя едва заметные и быстро заполняющиеся частички пустоты. Дворф не оставил мне и шанса его предупредить, без тени сомнения ответив забинтованному рукопожатием. Обугленные пальцы местного выглядели слишком тонкими и хрупкими на фоне мазулистой руки кузнеца. Казалось, что если Дворф не рассчитает силу, то кисть обожжённого будет легко сломана. Весьма обманчивое впечатление. Едва руки коснулись друг друга, до меня донёсся звук шипения, а по залу пополз мерзкий запах палёной плоти. Кузнец не проронил ни звука, но его лицо начало стремительно бледнеть. Рука Дворф устремительно чернела, обращаясь в подобие обугленной конечности забинтованного. Ожёг медленно полз вверх по руке, и за считанные секунды добрался до запястья. Кузнец сделал свою ставку и явно собирался идти до конца. Так что я не стал вмешиваться в происходящее. В некотором роде это был его способ защитить свою девушку. Славан продержался почти минуту, после чего его подвела собственная выдержка. Сжав руку сильнее, чем следовало, он едва её не лишился. Обугленная плоть попросту не выдержала и начала осыпаться пеплом, разом в нескольких местах обнажив опалённые кости. Затуманенный взгляд Дворфа хорошо давал понять, какую боль приходится терпеть вечному. Тем не менее, Славан позволил себе лишь сдавленный хрип. «Остановись!» Первой не выдержала Саламандра. Пусть она и старалась говорить спокойно, но в её голосе появились рычащие нотки, а чешуйки и когти на её руках начали накаляться. «Здесь тебя никто не боится!» «Мы не пытались никого запугать!» Всё так же спокойно ответил забинтованный, оборвав рукопожатие. «Ваш друг лишь прикоснулся на краткий миг к той боли, через которую должна была пройти Ордера. Но, к сожалению, не прошла!» Отряхнув оставшийся на пальцах пепел, местный вновь надел перчатку. «Если тебе есть что сказать, то говори прямо!» Сквозь зубы процедил Славан. «Нам есть что сказать!» Кивнул обожжённый. «Воли судьбы и твоего друга!» Акт правосудия был искажён, перестав быть беспристрастным. Палач, пытающийся забрать боль собственной жертвы, весьма необычный поступок. Не так ли, достопочтенный Алькор? «Пусть внешне я никак и не отреагировал!» Собственные имя резануло слух. Впрочем, судя по уверенному взгляду обожжённого, тот не пытался никого подловить, а изначально был уверен в моей личности. «Ты принял боль вместо Ордеры?» Казалось, в эту секунду Славан позабыл о собственном увечии. С момента проведения казни до сих пор у меня не было возможности нормально поговорить с Дворфом. Открыв для него двери обители, я сам направился в Торгурию. Ну а после драки с Гун-Гуном и потери бессмертия, голова была забита совсем иными мыслями. В любом случае, без подтверждения со стороны Ордеры, мои слова ничего не будут стоить. В итоге я решил попросту отложить этот разговор на потом. Да и, откровенно говоря, мне совсем не хотелось ворошить тему с убийством Верравия. Он попытался, но страдания сотни душ, весьма тяжёлое бремя, которое трудно вынести даже вдвоём. Вместо меня ответил забинтованный. В итоге Алькору пришлось найти для себя помощника в лице второго приговорённого. Неспешные манеры речи и обилие вынужденных пауз. Без них рассказчик начинал задыхаться, позволили оценить обожжённого. Голос местного оставался таким же хриплым и спокойным, словно он рассказывал историю, которая его никак не касалась. Покалеченные горожане под стать лидеру также не проявляли каких-либо эмоций. В какой-то момент Алькор едва не потерял контроль над ситуацией, и ему пришлось во второй раз вмешаться в акт воздаяния за грехи, насильно оборвав жизнь подсудимого. Лишь в этот миг мне удалось уловить отблеск эмоций в единственном уцелевшем глазе местного. Впрочем, это был не гнев или укор, а скорее предвкушение. Забинтованный оказался не единственным, чей взгляд привлёк моё внимание. Озвученная история могла повлиять на союзников. В конце концов, речь шла о намеренном убийстве невинного вечного. В глазах Славана ожидаемо читалось смятение и благодарность. Возможно, судьба Веравия его и затронула, но жизнь Ордеры он ценил куда больше. Феник, судя по задумчивому, но вместе с тем спокойному лицу, отнёсся к услышанной истории с весомой долей прагматизма. Уловив мой взгляд, он даже кивнул в ответ. Видимо, давал понять, что спокойно воспринял новую информацию. Укора со стороны Слона также ждать не пришлось. Сейчас для этого мужика было главным спасти дочь. Так что мой выбор расстановки приоритетов в пользу своих ему был только на руку. А вот остальные парни отреагировали менее тепло. Грин и Кот явно напряглись. Эти двое теперь наверняка будут относиться ко мне с большим опасением. Впрочем, толику умеренного страха со стороны подчинённых не должна повредить, а даже напротив, возможно, поможет уберечь вечных от глупых решений. Сложнее всего оказалась реакция девчат. Чешуйка, растеряв весь боевой настрой, замолчала и отвела взгляд. Сумрачная также не стала ничего говорить. Обе явно погрузились в собственные мысли. Наверное, эту реакцию можно назвать приемлемой. «Думаю, самое время перейти к главной цели этого разговора». Следовало заканчивать этот словесный фарс. «Говори, чего ты хочешь». Мы пришли в надежде узреть правосудие. Могло показаться, что слова забинтованного нацелены на Ордеру, но его взгляд до сих пор был прикован ко мне. «Казнь на Ишафоте — лишь первый шаг на пути к справедливости. Помоги донести до своих собратьев, что вечность — не абсолют, и за преступлением последует соизмеримое наказание. Помоги им пройти через истинное искупление, подобно тому, как это было сверравием». Наконец-то обожженный озвучил истинную цель этого разговора. Ордера изначально была лишь поводом, рычагом для давления, не более того. Забинтованный жаждал взять под контроль палача, способного оборвать вечную жизнь. Недавние догадки оказались пророческими. Причем Теллура начала избавляться от непосильной ноши в лице миллиардеров бессмертных даже быстрее, чем я предполагал. «А что, если я откажусь?» «Ты будешь в своем праве», — излишне покорно и беспомощно опустил голову местный. «Как и мы, когда потребуем погасить долг крови. Дыхание обожженного стало куда тяжелее. Пусть это не спасет многих, но хотя бы приглушит боль, что терзает наши собственные сердца». Выпрямившись, забинтованный перевел взгляд на саркофаг за спиной Дворфа. Вслед за вожаком жест повторили и остальные калеки. Следом из толпы вышел парень с обугленным лицом и лишенный обеих рук. Чувствуя угрозу, Славан призвал боевой молот и едва его не выронил. Обугленная корка покалеченной руки пошла трещинами. В нескольких местах плоть лопнула куда глубже, обнажив мясо. Тем не менее, Дворф лишь скривился и перехватил рукоять здоровой рукой. Собственные раны его не волновали. Он думал только о том, как дать отпор врагу. Без руки лишь ухмыльнулся, после чего закрыл глаза. Тело калеки вмиг почернело и покрылось множеством тлеющих трещин, словно внутри него вспыхнуло неудержимое пламя. Секунды позже местный был испепелен, оставив после себя сгусток опаляющей энергии, спешно устремившейся к ордере. Дворф попытался отмахнуться молотом от обжигающего потока, но тот легко обогнул оружие вечного. Покалеченные руки попросту не могли должным образом среагировать на угрозу. Поверхность саркофага вспыхнула десятком сложных рун, но и этого оказалось недостаточно. Из недр металлического гроба донесся крик ордеры. Сбросив с плеч саркофаг, Славан окропил створку собственной кровью, отчего та пошла трещинами и откинулась в сторону. Несмотря на крики полной боли и стремительно чернеющую плоть, ордера была без сознания. «Что ты с ней сделал?» Дворф в отчаянии попытался вывести все той же кровью новые руны, но те, едва вспыхнув, моментально погасли, никак не повлияв на страдания девушки. Мы лишь вернули достопочтенной ордере ее собственную силу. Правда, та несколько исказилась, впитав в себя наше страдание и смерть. Без особых эмоций ответил забинтованный. «Остановись!» — едва ли не прорычал кузнец. «Боюсь, у нас нет для этого причин». «Ах ты, тварь!» Потерявший терпение Дворф успел сделать всего пару шагов к забинтованному, когда в прах обратился еще один местный. Новый поток энергии устремился к ордере. Крики девушки усилились, Славан замер, а после и вовсе отступил, не смея больше провоцировать обожженного. Понимая, что без моего вмешательства все может плохо закончиться, быстро подошел к саркофагу и оставил на запястье ордеры метку водоворота боли. Девушка моментально затихла, но, судя по тому, как быстро начал заполняться резервуар, его надолго не хватит, и вскоре мне придется лично ощутить муки вечной. Забинтованный никак не отреагировал на мои действия, но я прекрасно понимал, что он просто ждет. В сложившейся ситуации мне ничего не оставалось, кроме как сделать шаг навстречу. «Без поддержки Ишафота невозможно добиться того, чего ты просишь. Ты способен решить эту проблему?» Если моя прошлая догадка верна, то Ишафот был лишь проводником чужой силы, а в его недрах скрывалось создание равное по силе Великой Матери. Не исключено, что там заключена одна из сестер Ретарии. Подобное орудие навряд ли можно поставить на поток. «Боюсь, это вне пределов наших возможностей», покачал головой местный и вновь замолчал, ясно давая понять, что он ждет новых предложений. «В таком случае единственное, что я могу обещать, приложить максимум усилий в решении этого вопроса. Если это будет в моих силах, то я заставлю понести виновных наказание, соизмеримое их поступком». Учитывая призвание палача душ, столь громкие слова имели за собой определенный вес. «Допустим. Но кто именно будет определять эту самую соизмеримость?» С готовностью пошел на диалог забинтованный. «Я. Этот пункт был слишком важен, чтобы от него легко отказаться. Надеюсь, достопочтенный Алькор простит наше сомнение. Но после событий на Ишафоте мы считаем это решение несколько сомнительным», покачал головой местный. «Твой выбор также будет трудно назвать непредвзятым. Возможно, мне показалось, но в глубине глаз обожженного мелькнул огонек удовлетворения, словно он только и ждал подобного ответа. «Нам понятны твои опасения, но поверь, у нас есть право стать на роль судьи». Раздвинув бинты, скрывавшие правую половину лица, забинтованный обнажил выжженную глазницу. Зрелище малоприятное, особенно на фоне моего собственного увечья. Впрочем, собеседник хотел продемонстрировать совсем не рану, а алую слезу. Печаль карный 1. Ранг вне рангов. Тип реликвия. Слот слеза. Прочность 945 084. Статусы 2. Экзальтация. Рождена волей носителя. Святыня. Реликвия усиливает дары бога-покровителя Ватив. Пройдя через жертвенный огонь храмового города, реликвия способна сбросить оковы-дремы с бога-покровителя. Свойства. Праведный взор. Позволяет увидеть призраков, что преследуют своих убийц в надежде на отмщение. Бремя вины. Дарует призракам возможность отомстить убийце. Цель не может сопротивляться нападкам душ и постепенно ослабевает. Снижение случайного или случайных показателей сопротивления. Эффективность зависит от числа и силы призраков. Приют. Позволяет приютить призраков, что так и не смогли обрести покой. Обитающие внутри реликвии духи могут усиливать эффект бремя вины. Очищение. Добившись мести, души отправляются в чертоги Карны, дабы обрести вечный покой. Акт очищения улучшит к вам расположение Карны. Расположение с Карной повлияет на отношения с двумя ее сестрами. Эффекты. Дух плюс 10%. Дополнительно. Усиление ряда классов, призваний, профессий, связанных с поимкой и наказанием преступников. Обожженный не только позволил мне разглядеть реликвию, но и дал мне время на ее осмысление. А подумать тут было над чем. Первое, что бросилось в глаза, так это уникальный слот слеза. Раньше о подобном я даже и не слышал. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Один из моих осколков, жажда, делал из моего желудка универсальный слот под любой тип экипировки. Далее шел список свойств, причем все три имеющихся оказались мне незнакомы. Причем далеко не все из них оказались полезными. Экзальтация указывала на то, что носитель буквально породил артефакт собственной волей. В некотором роде его можно было назвать проекцией истинной реликвии. Со временем экзальтация способна эволюционировать и переродиться, но до тех пор она будет уступать истинной реликвии. В целом, учитывая запредельный показатель прочности реликвии, сломать ее будет довольно сложно. Так что эта слабость не выглядела критичной, особенно на фоне двух оставшихся статусов. Святыня влияла на все имеющиеся дары бога-покровителя и усиливала их. Подобный эффект будет только усиливаться со временем. Но больше всего меня привлек статус ватива, позволявший пробудить бога-покровителя. В целом, это логично. Мало добраться до храмового города. Для пробуждения бога наверняка потребуются уникальные ресурсы. Скорее всего, реликвии ватива лишь один из костылей. Самое интересное, вполне ожидаемо, скрывалось в свойствах реликвии. Способности артефакта сводили на нет большинство моих возможных претензий, ведь обожженный мог видеть число душ, которые преследуют своего убийцу. Остальные пункты выглядели не менее интересно и имели огромный потенциал. Приютив должное количество душ, носитель печати Карны мог снизить тот или иной резист цели. А при определенных условиях это огромное преимущество. Пусть и присутствовал элемент рандома. Достаточно иметь разносторонне развитую группу для убийства практически любой цели. Ведь опустившись ниже нулевой отметки, резист обращается в уязвимость, пропорционально усиливая урон. Следуя той же логике, то достигнув показателя в минус 100%, можно создать критическую слабую точку. Общую картину несколько портил 10% прирост духа. В моих глазах телосложение, сила и ловкость выглядели куда предпочтительней. Тем не менее, печаль Карны оставалась сильным артефактом, от которого я бы не отказался. Впрочем, дальше подобных мыслей дело не пошло. Я не был настолько глуп и самонадеян, чтобы нападать на местного. «Ты последователь Карны?» Иметь дело с фанатиком весьма сомнительная перспектива. «Мы лишь жаждам справедливости», — покачал головой забинтованный. Карна отпликнулась на наши мольбы и вложила в руки орудие. Прикоснувшись к обугленной щеке, местный подхватил пальцем алую слезинку, после чего протянул руку в мою сторону. «Прими, слезу богини, и на какое-то время ты прикоснешься к силам Карны. Едва капля оказалась в моих руках, как мне стало доступно ее полное описание. Поглотив слезу, я обрету способность видеть жаждущих мести призраков, что полностью соответствовало одному из свойств реликвии — праведному взору. Остальные пункты отсутствовали. Найди тех, чей груз вины равен или превышает тот, что за плечами Ордеры. Трех отправленных в небытие и стертых с лица Теллуры будет достаточно, чтобы погасить ее долг. Ты заставляешь меня повторяться. Без особой поддержки я не могу лишать вечности. Допустим. Судя по то, но забинтованный не верил моим словам, но спорить не стал. В таком случае достаточно будет оборвать вечность пяти убийц. Выбор жертв за тобой. Но это мое последнее слово. Завершил местный, закрывая выжженный глаз бинтами. Доступно задание правосудия Карны. Явление Алой Луны стало для Теллуры бедствием, что наполнило скорбью и отчаянием бесчисленные сердца невинных. Ведомые горем и жаждой мести, бесчисленные молитвы устремились к небу в надежде снискать справедливости. Жажда невинных добиться правосудия оказалась столь сильна, что отголоски их молитв сумели просочиться даже сквозь дрему богов, и те ответили страждущим. Условие. Отыщите и накажите пятерых вечных, на чьих руках кровь ста и более невинных. Дополнительно. На время задания слеза Карны получат дополнительные свойства вечное бремя вины. Через правосудие Карны должно проходить не менее одного вечного за пять дней. Вечное бремя вины. Активная способность. Тип. Божественное. Делает цель уязвимой для призраков, что жаждут мести. Ценой собственного посмертия души невинных калечат искру убийца, лишая того вечности. Дополнительно. Число доступных перерождений после потери вечности зависит от количества и силы призраков. Число доступных активаций – пять из пяти. Закончив читать, я невольно задумался о том, сколько вечных получили схожие задания. Навряд ли мой случай был единичным. Тилура готовилась к новой эпохе, которой не было места незнающим страха перед смертью вечным. «Хорошо, в таком случае скрепим наш уговор». Протягивая руку для рукопожатия, я даже не пытался скрыть узор глаза со зрачками, символизирующего принятые клятвы. Взгляд забинтованного скользнул по меткам, после чего тот с готовностью принял рукопожатие. Прежде чем я успел начать говорить, клятва начала вступать в силу. Забинтованный решил пойти по стопам безымянной и не использовал рукописных контрактов. В мой разум хлынул поток даже не мыслей, а намерения оппонента. Происходящее походило на столкновение. Возможно, плоть обожжённого была слаба, но этого нельзя сказать о его разуме. Лишь используя волю, мне удалось едва сохранить паритет. Спустя дюжину секунд на руке появилась новая метка, но, к моему удивлению, я не получил уведомления о потере репутации со смертью. Тем не менее, я ощущал особую ауру, говорившую о том, что высшие силы всё же засвидетельствовали клятву. Этому было только одно объяснение. Другая сторона заплатила положенную цену. Экономия репутации со смертью, без сомнений, хорошая новость. Тем не менее, меня терзало неприятное предчувствие. Один за другим два десятка покалеченных горожанина обратилась в пепел, а их души впились в ордеру. Ритуальный круг в моей груди закрутился с бешеной скоростью, не в силу поглотить безумный поток боли, идущий от разрываемой на части души девушки. Под гнётом обезумевших призраков слепительная оболочка искры Орды разгорала. Тело Лура избавлялось от очередного вечного. По неизвестной мне причине, нацеленный на девушку удар зацепил Иславана. Над его грудью вспыхнула сложная руна, после чего дворф едва не свалился на пол. Тем не менее, его искра приняла на себя лишь отголосок атаки и уцелела. «Что ты с ней сделал?» Тем не менее, кузнецу было плевать на себя. Судя по всему, он примерно осознавал, что происходит. «Мы исполнили уговор», — смотря на меня, ответил обожжённый, обрывая руку пожатия. «Ордера не только сохранит жизнь, но и станет ближе к нам, исконным детям тел Луры. Договор уже заключён, и она перестала быть вечной. В пытках более нет необходимости». Ритуальный круг уже был переполнен и не мог поглощать боль девушки, так что мне пришлось взять это бремя на себя. Но даже так Ордера получала свою часть мучений. Причём я отчётливо ощущал, как с каждой секунды блекнет метка палача. Пройдёт не так много времени, и девушка будет обречена на муки. «Ты прав. В этом более нет нужды. Но можешь воспринимать это как некий особый стимул. Судя по тому, что мы знаем, вечные лучше всего понимают именно подобный язык. День, может быть, два, и эффект рассеется». Словно этого было мало, Ордера очнулась. Девушку переполняли безумный страх и боль, а из глаз лились слёзы. Навряд ли она понимала, что именно происходит вокруг. Но, тем не менее, сквозь крики боли проскакивали обрывки мольбы. Она звала на помощь Дворфа. «Прекрати это!» — взревел Кузнец. «У нас нет для этого причин». Голос местного был безразличен. «Ублюдок!» Сорвавшись с места, Слован бросился к забинтованному, но ему моментально преградили дорогу остальные калеки, легко прижав к земле Дворфа. «Сколько злости!» Голос медленно поднявшегося на ноги местного всё так же был переполнен спокойствием. «Ведь она забрала у нас куда больше!» Вздохнув, забинтованный медленно пошёл к выходу из гильдии. «Назови мне своё имя, старик!» Не желая сдаваться, Кузнец до хруста вывернул шею, бросив спину уходившему обожжённому. «Ну же! Будь мужиком! Или ты боишься, что однажды придёт время испытать на себе твою хвалённую справедливость?» Парню следовало остановиться. Подобные угрозы никак не помогут Ордере. Напротив, есть шанс, что всё станет только хуже. Слован и сам это понимал. Но сказанное уже нельзя вернуть. Нам оставалось только ждать реакции другой стороны. Лидер калек остановился. Обернувшись, он пристально посмотрёл на Дворфа, после чего рассмеялся. Безумный смех резонировал с криками Ордеры, пробирая до глубины души. Тем не менее, в один миг безумный вой оборвался. Умолк не только местный, но и Ордера. Девушку трясло. По её лицу лились слёзы. Судя по рассеянному взгляду, она не понимала, что происходит. Тем не менее, её разум полностью пробудился. Поминуясь бессловесному приказу, калеки, державшие Дворфа, отступили, позволяя тому встать. Освободившись, Кузнец сразу же бросился к Ордере. Тем не менее, его взгляд не сходил из забинтованного. Слован понимал, что совершил ошибку. Обожжённый тем временем, дождавшись воссоединения парочки, слегка раскинул в стороны руки, позволяя одному из прислужников снять с себя мантию. Под одеяниями оказалось хрупкое тело, сплошь покрытое бинтами. Подобно десятку змей, повязки пришли в движение, спешно оголяя плоть местного. Элирия Калиан. Принадлежность местная. Раса – человек. Субраса – чистокровная. Второй грейд. Призвание – Менестрель. Профессия – Волхв. Уровень 74. Эти пальцы больше никогда не коснутся струн лиры, ведь те с лёгкостью сорвут с них обгорелую плоть. Мой голос подобен мерзкому скрежету, а каждый вздох причиняет ужасную боль. Бинты продолжали опадать, обнажив тело девушки до пояса, но та не обращала внимания на свою наготу. Обугленная плоть – не то, что она боялась выставить на показ. Словно сбросив оковы, Элирия сумела выпрямиться в полный рост, но её кожа сразу в нескольких местах треснула. Несколько ран прошли через всю спину, обнажив проваренное розовое мясо. Это тело не только стало подобно обугленной кукле внешне, но и было выжжено изнутри, лишившись величайшего дара – создавать жизнь. Сразу в нескольких местах зияли глубокие раны, из которых текла раскалённая шипящая плоть. Думаю, ты был прав. Наказание муками в несколько дней – это слишком несправедливо. Ордера достойно разделить со мной боль покалеченной плоти длиною в жизнь. Элирия впервые говорила от своего имени. Забыв об остальных покалеченных, она более не сдерживала собственного желания отомстить. Данная ранее нами клятва никак не сдерживала саму Элирию, ведь та не собиралась отнимать жизнь. Вместе с тем я не мог сделать свой ход по той же причине. Впрочем, даже несмотря на уровень местной, я не был уверен, что смогу ей противостоять. Даже если её собственных сил окажется недостаточно, она всегда могла использовать самопожертвование приспешников. Остальные члены стаи и вовсе не стоили упоминания. Элирия с лёгкостью сметёт их всех, даже не прибегая к уловкам. «Постой!» Слован вновь бросился к местной, но на этот раз лишь для того, чтобы стать между ней и возлюбленной. «Ты считаешь, что ранее сказал недостаточно?» Элирия усмехнулась, но тем не менее замерла. «Это был мой проступок, а значит мне нести наказание!» Пусть слова Слована и звучали покорно, он не сводил взгляд освобожжённый. «И на какое наказание ты готов ради неё?» с любопытством спросила местная. Повисла пауза. Слован не спешил с ответом, хорошо понимая, что второй попытки не будет. «Моё бессмертие! Ты можешь его забрать!» У него не было права на ошибку, так что он решил сделать одну из самых высоких ставок. «Ты настолько её ценишь?» «Тогда...» Возбуждённый голос Элирии в раз потерял былые эмоции, а сброшенные бинты вновь начали оплетать тело. «Это приемлемо!» Ответ прозвучал на удивление без эмоций. «Сейчас не время и не место, чтобы обрывать твою вечность. Мы встретимся вновь завтра». На этот раз обожжённая покидала гильдию в полной тишине. Никто не хотел повторять участь Слована. Лишь после того, как последний покалеченный горожанин вышел из зала, давящая атмосфера исчезла. Первым, кто рискнул нарушить тишину, стал Слован. Парень шёпотом пытался успокоить Ордеру и попутно объяснить суть происходящего. Естественно, попутно он сглаживал наиболее острые углы. «Алькор, ты можешь позволить Ордере укрыться в обители?» После случившегося Дворф серьёзно пересмотрел собственные критерии безопасности. «Полз же она даст клятву, а пока я готов за неё поручиться. Пусть в подобном решении и была определённая доля риска, но я был готов на него пойти. Начать хотя бы с того, что девушка толком не пришла в себя и не уснула только благодаря собственной силе воли. Учитывая её общее состояние, она должна уснуть самое меньшее на несколько часов. «Хорошо, я отправлю её через портальную площадь. Но это не отменяет нашего изначального плана. В лунных копьях требовался кузнец, а альтернатив Дворфу у нас не было. С этим никаких проблем. После небольшой паузы Славан всё же добавил. «Ранее я слышал упоминание об очаге. Ордера сейчас истощена, а огонь всегда благоприятно влиял на неё. Чешуйка, есть возражения?» Несмотря на мой статус хозяина обители и вожака стаи, ранее я передал эту структуру ящерке, так что узнать её мнение не будет лишним. Аня в ответ лишь покачала головой. Тем не менее, я уловил в её движениях некую скованность. Девушка явно не испытывала особой радости от того, что придётся делиться. Учитывая её возраст, подобная реакция заставила меня невольно улыбнуться. Сразу выдвигаться не стали. Пусть Дворф явно рвался отправить подругу в более безопасное место, для начала следовало привести в порядок его руку. Поначалу кузнец сопротивлялся, но в итоге ему пришлось сдаться. В конце концов, ему ещё предстояла работа в шахтах, а с повреждённой рукой от него будет мало пользы. Первым за дело взялся кот, приведя в относительный порядок кисть Славана. Увечье приобрело временный статус, и спустя час рука должна полностью восстановиться. Свою лепту внёс и Гринфилд, создавший древесную перчатку до самого плеча. Созданный доспех обладал не только защитными, но и исцеляющими свойствами. Параллельно с этим я связался с бездной. Убедившись, что с девушкой всё в порядке, решил не рассказывать ей о случившемся. Учитывая серьёзные ограничения системы, я едва мог отправить ей пару фраз, а столь подробная передача информации лишь создаст лишнюю суету. В итоге я просто сказал, чтобы та поторапливалась, после чего мы со Славаном и Ордерой отправились к портальной площади. Отправлять девушку напрямую из гильзии не стал, пусть и имелась такая возможность. Учитывая слабость девушки, Дворф поймал экипаж, так что общей сложности мы потратили чуть больше двадцати минут. К нашему с бородачом возвращению в гильзии стало куда люднее. Причём, помимо ранее изгнанных вечных, в зале появилось несколько новых лиц, одно из которых явно пыталось подбить клинья к оставшейся стае. Просканировав чужака, оказавшегося человеком с весьма специфическим призванием сплетник, быстро избавился от того. Прибегать к силе не пришлось. Парень хоть и пытался давить на свободу прессы, но пара фраз, приправленных голосом палача, помогли избавиться от назойливого вечного. «Думаю, остальные тебе уже всё рассказали?» Ряды стаи пополнила и вернувшаяся бездна, так что я решил сходу перейти к делу. «В общих чертах», — кивнула шаманка, «ты действительно можешь лишить вечного возможности перерождаться?» Вместо ответа я призвал два свитка. Первая являлась точной копией принятого мной задания, в то время как во втором описывались свойства алой слезы. «Ты готов на это пойти?» Закончив с чтением свитков, бездна подняла на меня полный ожидание взгляд. «Между одним из стаи и посторонним я без сомнений выберу первого». Трудно сказать, о чём именно думала шаманка в этот момент, но её взгляд стал куда тяжелее. Кроме того, далеко не все люди невинны. Мы сохранили разум под алой луной, но так повезло далеко не всем. Учитывая временные рамки, у меня есть все шансы отыскать подходящую цель. «Наверное, ты прав». Пусть Диана и согласилась, в её голосе чувствовалась горечь. «Думаю, что я далеко не единственный, кто получил подобное задание». «Это вполне вероятно», — кивнула бездна. «Кроме того, если я правильно поняла, то тот обожжённый, вместилище множество жертв Ордеры. Несмотря на жажду мести изначальной хозяйки тела, объединённый разум легко пошёл на сделку, стоило Словану предложить пожертвовать собственным бессмертием». Телу Лури не нужен балласт в виде полчасть бессмертных. В виде сомнения в глазах некоторых из присутствующих, решил более прямо подытожить рассуждение Дианы. «Вы уверены?» Со стороны Грина послушался нервный смешок. «Подобное не стоит отрицать», — уклончиво ответила бездна, переключившись на Дворфа. «Слован, я понимаю, что это несколько неуместный вопрос, но ты знаешь, сколько у Ордеры осталось перерождений?» «Чуть больше трёх сотен», — не стал отмалчиваться кузнец. «А точнее», — продолжила Диана. «317», — столика раздражения ответил кузнец. «Это столь важно? Ордера даст клятву верности стае, но она, как и я, прежде всего ремесленник. В нас нет нужды на передовой, так что не стоит высчитывать её ресурс как бойца». «Ты неправильно понял», — несколько отрешённо ответила шаманка, явно погружённые в иные мысли. Мертеллуры пусть и избавляется от игровых реалий, но, тем не менее, продолжает придерживаться некоторых правил. Один из наиболее распространённых и, на первый взгляд, не особо важных феноменов — кратность. Если подумать, то можно выделить сразу несколько цифр. «Согласен», — поддержал Кот. «Стартовый набор базовых параметров, очки характеристик, общее число способностей. Везде основой служит пятёрка. Нечто похожее в формировании групп», — добавил Феник. «612 по возрастающей». Проще говоря, в фиксированных числах есть закономерность. Учитывая результат ардеры, число доступных перерождений, возможно, будет колебаться от человека к человеку, а учитывая все обстоятельства, у рядового вечного будет более оптимистичный результат. Условия, без сомнений, влияли на конечный результат. Возможно, в глазах Славана и остальных 317 перерождений не очень хороший показатель. Для меня он выглядел весьма заманчиво. В конце концов, после встречи с пустотой мой счётчик равнялся нулю. Ситуация спасала лишь возможность использовать лики. «В идеале каждый из нас должен сохранить вечность, но если тенденция будет сохраняться, к этому стоит подготовиться», — продолжило рассуждение бездна. «Алькор, нижние ярусы столичной библиотеки, это особые локации с целым ворохом скрытых зон. Возможно, мне удастся отыскать какие-нибудь подсказки, но для этого потребуется время и, возможно, ряд ресурсов. Можешь использовать резервы хранилища на своё усмотрение. Понимая, что имеющиеся запасы довольно скромные, решил добавить. В крайнем случае придётся подождать, когда я получу золото за информацию о мишках и долине. Скорее всего, мне понадобится большое количество энергетических кристаллов. Покупать наполненные будет слишком затратно, но если заряжать их в обители, можно серьёзно сэкономить. Это приемлемо? До тех пор, пока это не влияет на работу пристанища никаких проблем. Просьба выглядела более чем приемлемо, так что волнение со стороны Дианы меня удивило. Но я не стал на этом зацикливаться. «Кстати, кто-нибудь раньше слышал об Эллирии Калион?» — сменила тему Мурлок. Учитывая отношения главы чистильщиков и тот факт, что именно её тело стало главным, навряд ли это простая местная. Пусть и с натяжкой, но её можно назвать одной из малых достопримечательностей столицы. По иронии, местную признал Дворф. Она каждый день пела и играла на Лире, вешая на служителей случайный высокоуровневый баф. «Да, я слышал о ней», — подключился к обсуждению вмиг помрачневший Феник. Ходили слухи, что если поднять с ней отношения до уважения, то бонусом получишь единицу репутации к фракции императорской семьи. «Учитывая столь малый прирост, в Иллирии течёт лишь малая талика крови императора». Бездна в привычной для неё манере продолжила анализ. «Одних только законорождённых детей у правителя двенадцать, а Иллирия, скорее всего, принадлежит к третьему поколению, подобных ей сотни. Боюсь, нам не стоит недооценивать её родословную», — влился в обсуждение Код. «Пару недель назад мне удалось попасть во внутреннюю зону дворца, а именно зал славы. На одной из фресок был изображён император, от которого шли нити, связывающие его с подданными. Заметив, что я смотрелся на это изображение, сопровождающий меня местный сказал, что это главный символ истинной императорской крови. Тогда я подумал, что это просто некая метафора, символизирующая связь правителя и его подданных. Но, возможно, речь шла об объединении судеб. «Учитывая силу этой способности, твоя догадка похожа на правду». «И это не очень хорошо», — согласилась шаманка. «Чем это грозит?» — задал вполне резонный вопрос Славан. «Трудно сказать наверняка. Судя по всему, на нас не собираются открывать охоту. Тем не менее, даже если её родословны и слаба, никто не станет напрямую вмешиваться в её месть. В конце концов, пусть сама Эллирия и не обладает реальной властью, её смерть может бросить тень на императора. Собственно, поведение главы чистильщиков тому наглядный пример. «Независимо от того, какая за Эллирией стоит история и семья, конфликт с ней — решённый вопрос». Обнажив запястье, я продемонстрировал стае новый узор. На этот раз окровавленный зрачок. «Это символ заключённого договора. До тех пор, пока мы придерживаемся условий, она не станет вредить нам». Падение морального духа в стае — совсем не то, что мне было нужно. Так что я постарался закрыть тему на более ободряющей ноте. Правда, моих ораторских способностей явно для этого не хватало. Присутствующие погрузились в собственные мысли. «Вижу, что больше нет вопросов и предложений. Раз так, то самое время заняться данжем. Феник, ты ведь совсем разобрался?» «Да, но, думаю, стоит уточнить этот момент с громаром». Поднимаясь из-за стола, ответил эльф. Осознание того, что мы вот-вот отправимся в данж, окончательно вытеснило ненужные мысли из головы всех присутствующих. Так что я наконец-то переключился на принятую от Элиарии алую слезу. Несмотря на принятый квест, та так и осталась непоглощённой. Учитывая, что эффекты носили весьма условные ограничения по времени, решил не откладывать её использование на потом. Учитывая статус расходника, слеза не должна была серьёзно повлиять на моё тело. В теории, за поедание кровавой капли я мог получить ряд дополнительных бонусов. Дары одного из богов – весьма редкий и, без сомнений, ценный деликатес, сулящий неплохие бонусы и опыт. В теории, я даже мог получить достижения, но столь эфемерная выгода явно не стоило рисков увести репутацию с карной в минус. Богиня вполне могла расценить поедание слезы как акт вандализма. Благо, у меня имелся менее кощунственный способ поглотить слезу. Стоило активироваться на крови, как алая капля впиталась через кожу. Доступна временная модификация слеза карны. Ранг – вне рангов. Тип – расходуемый материал. Слот – слеза. Свойства. Праведный взор. Позволяет увидеть призраков, что преследуют своих убийц в надежде на отмщение. Вечное бремя вины. Ценой собственного посмертия души невинных калечат искру убийцы, лишая того вечности. Дополнительно. Время существования модификаций ограничено заданием правосудия карны. Число доступных активаций свойства вечное бремя вины – 5 из 5. Число доступных активаций свойства вечное бремя вины может быть увеличено за счет подношений или выполнения заданий, связанных с богиней карна. Вслед за первой системкой с описанием модификации появилась панель, приглашавшая выбрать подходящий для слезы слот. Причем вариантов у меня было не два, а три. Выжженная демоническая ока не затрагивала слезный поток, который и являлся подходящей ячейкой. После недолгих раздумий модификацию решил инициировать именно рядом с пустой глазницей. Отчасти это гарантировало безопасность уцелевших двух глаз. Ведь нет никаких гарантий, что слеза не повлияет на них. Поначалу слияние со слезой шло нормально. Вот только ближе к финалу легкий дискомфорт начал перерастать в острую боль. Впрочем, неприятные ощущения были меньше из проблем. Модификация начала прорастать куда глубже, чем должна. Воспользовавшись истинным искусством, мне удалось стабилизировать и направить процесс. Но едва слияние закончилось, я вновь взялся за изучение временной модификации. Та не имела рангов и возможности прокачиваться. Но вместе с тем мне открылось еще одно свойство. Временная модификация слеза Карны. Бремя Судии. Обрывая чужую вечность, мы должны быть готовы заплатить цену. Одномоментное получение урона, эквивалентного тысячи процентам собственного здоровья. Полученный урон невозможно нивелировать. Дополнительные свойства не несло ничего хорошего. Тем не менее, я ожидал чего-то подобного. Не имея вечное бремя вины побочных эффектов, Элирии не имело смысла отдавать мне столь грозное оружие. Помимо нового свойства, изменилось описание одного из старых. Оказывается, вечное бремя вины может использовать только тот, кто сам лишен вечности. Как и ожидалось, обожженное не действовало наугад и сумело увидеть, что я подхожу. В будущем стоит уделять куда больше внимания глазам тех, кто меня окружает. В целом, бремя судей пусть и усложнило мою жизнь. Его эффект нельзя назвать критичным. Учитывая, что раз в сутки я мог воспользоваться бесплатным ликом, мне удастся свести собственные потери к минимуму. Тем не менее, при следующей встрече с обожженной, стоит уделить этому вопросу внимание. Благо, за использование праведного взора цена оказалась вполне приемлемой. Обошлось тратой маны и выносливости. В отличие от Элирии, у меня не начали идти кровавые слезы. Видимо, подобный эффект будет проявляться только в случае активации его вечного бремя вины. Впрочем, не исключено, что его вовсе не будет. Учитывая ограничения, я не собирался тратить одну из попыток на эксперименты. В противовес бремени, праведный взор изначально находился в частично активированном режиме и походил на чтение аур. Достаточно было сосредоточить взгляд на нужном человеке, за его спиной начинали проявляться призраки. Естественно, за поддержание способности приходилось платить. На подпитку разом уходила мана и выносливость. Затраты оказались более чем приемлемыми. По 10 единиц каждый в секунду. Пусть я и не собирался искать цель для задания среди простых вечных, пришедших в гильдию чистильщиков. Это не мешало мне осмотреть всех присутствующих праведным взором. Призраки нашлись у многих. Но в большинстве своем речь шла о паре жаждущих отмещения душ. Но это легко объяснялось. Карна покровительствовала лишь несправедливо убитым. Без особой на то необходимости ни один вечно не станет убивать белого местного. А смерть разного рода темных личностей явно не волновала богиню. Наибольшее число призраков оказалось за плечами того самого лидера группы, который первым покинул гильдию, когда пришла Элирия. Впрочем, даже так, речь шла всего о дюжине душ. И те выглядели весьма бледными. Последнее могло говорить о малом желании отомстить или спорности несправедливой смерти. Видимо, убитые имели собственные грехи. Второе место, к моему удивлению, занял сплетник. Да и призраки за его спиной выглядели более материально. Феникс с парнями оказались практически без скелета в шкафу. Три призрака у самого эльфа, по одному у Грина и слона. Кот, будучи целителем, и вовсе оказался чист. Сум и бездну преследовало по две души. Увиденное оказалось в пределах ожидаемого. Ровно до тех пор, пока мой взгляд не переместился на чешуйку. Бремя девушки оказалось соизмеримо с тем, что преследовало Ордеру. За спиной Ани парили десятки искаженных призраков. Редактор субтитров А.Семкин